Итак, я достаточно недавно занимаюсь бизнесом и прислушиваюсь к тому, что говорят все новые дистрибьюторы. Например, вы подписываете их, помогаете составить их в список имен, и первое, что они говорят, когда ты собираешься в Детройт? У меня там живет брат, который идеально подойдет для этого бизнеса. Или когда ты собираешься открыть Лос-Анджелес? Моя сестра живет там. Ну и так далее. Итак, у одного из моих людей был дистрибьютор. Где же это было? Кажется, в Южном Мемфисе. В то время я жил в Висконсине, и я полетел в Мемфис ради парня, который был в моей организации всего 3-4 недели. Его спонсор связался со мной и сказал, что этот парень очень динамичный, и он хочет, чтобы я прилетел к нему и провел презентацию для его кандидатов, которыми он наполнил весь зал. Итак, я купил билет и зарезервировал номер в гостинице, и я спросил его, сколько там будет людей? О, там будет по меньшей мере 100 человек. У меня буквально кружилась голова от воодушевления, что в зале будет столько людей. В конце концов, за день до отъезда я позвонил ему и спросил. Мы должны обсудить обстановку комнаты. Сколько стульев ты собираешься установить? Потому что, допустим, ты ожидаешь 100 человек, тогда нужно расставить 60 стульев, а затем ты будешь просто подносить стулья по мере прихода гостей, и тогда в зале не будет пустых стульев. Потом я спросил, ты постоянно говоришь о 100 кандидатах, но откуда ты берешь эту цифру? Сколько из них ты спонсировал лично? Сколько человек приведут эти люди? Расскажи мне, пожалуйста. И он ответил, я уверен, что будет 100 человек, потому что я раздал около 3000 флайеров. У вас тоже был опыт с флайерами, я гляжу. И даже на такой ранней стадии своей карьеры я обнаружил, что вам нужно распространить 27 613 флайеров, если вы хотите спонсировать одного человека. Поэтому я сказал, подожди, ты хочешь сказать, что всех этих людей ты пригласил только с помощью флайеров? И ты никого из этих людей не подписал? Нет, я разместил флайера на сигаретных автоматах и там, и тут. Я разнес их по супермаркетам и на почту. Не переживай, все будет нормально. Я ответил, ты должен позвонить в гостиницу и заказать комнаты меньшего размера, самую маленькую, которая у них есть свободная, и мы поставим туда только 20 стульев. Нет, Рэнди, ты не понимаешь. Я все устроил. Ты должен мне поверить. Поменяй комнату. Ты должен мне поверить. Поменяй комнату. Не бери комнату на 100 человек. Итак, он заказал самую маленькую комнату, которая у них была. Комната была рассчитана на 40 человек, и он поставил туда 40 стульев. Встреча должна была начаться в 7.30. Итак, я на месте, он на месте. Уже 7.25. Больше никого. 7.27. 7.29. И он делает все, что мы делаем в таких случаях. Он ищет кандидатов повсюду. Смотрит вестибюли. Может быть, они не могут найти аудиторию. Может, что-то случилось на дороге. Он чуть ли не отправлял специальную экспедицию на поиски. 7.29. 7.30. 7.31. Никого нет. Только он и я. В 7.35 я сказал ему занять место в первом ряду, потому что я собирался провести презентацию. Ему нужно было научиться, как проводить презентации. И не спрашивайте меня, откуда я знал, но я был уверен, что если не проведу эту презентацию, я больше никогда этого не сделаю. Я был только в начале своей карьеры. Я еще не зарабатывал больших денег. Я потратил огромную сумму денег, чтобы прилететь туда. Еще я потратился на гостиницу. Это было очень дорого для меня в то время. Никто не появился на презентации. И я просто знал, что если я не проведу эту встречу, я не проведу больше ни одной. Таким образом, я провел эту встречу для этого парня и для 39 стульев. И вот урок, который я получил. Я никогда не потрачу денег на удаленные ветки, если не уверен в целесообразности этого. Я буду строить удаленные ветки только при условии, что это имеет смысл. Это не очень большой раздел, но я думаю, что он очень важен, потому что вы не сможете достичь верхнего уровня вашего плана компенсации, работая только с местными группами. И не важно, в каком городе вы живете. Даже если вы живете в Токио или Нью-Йорке, я не думаю, что вы сможете добраться до верхнего уровня вашего плана компенсации, работая только в этом городе. Когда вы дойдете до третьего или четвертого уровня, то обнаружите, что ваша организация начинает расширять свою географию. У ваших людей есть братья, которые живут там, и сестры, которые живут тут, и лучшие друзья, которые переехали туда-то. И к тому времени, когда вы дойдете до шестого, седьмого уровня, в такой стране, как Соединенные Штаты, у вас, возможно, будет хотя бы по одному дистрибьютору в 35-40 штатах. Секрет построения огромной организации заключается в том, чтобы развить этих дистрибьюторов в растущую местную организацию. Вам нужно выявлять лидеров, людей, которые стоят того, чтобы вкладывать в них деньги, чтобы ездить к ним, где бы ни находилась их группа. Когда речь идет о международном бизнесе, я сразу хочу вам сказать, что это очень рискованный бизнес. Обычно рискованно открывать бизнес в стране, на языке которой вы даже не говорите, и в которой совершенно другая культура. Например, если вы приехали из Южной Америки или Европы и открыли Азию, здесь могут быть очень большие культурные различия. У меня есть друзья, которые инвестировали 150 тысяч долларов в Таиланд, Корею и подобные страны и не получили никакой прибыли. Они приехали туда, наняли переводчика, открыли офис, наняли ассистентов, создали группу из 5 тысяч человек, а через 6 месяцев все 5 тысяч человек мистическим образом оказались в другой группе. Им просто сказали, «Слушайте, он из Канады, он никогда здесь не был и не говорит на нашем языке, давайте работать с нашей местной группой». В некоторых странах процветает плагиат. В других странах, когда вы крадете чьи-либо бизнес, это считается предметом гордости. То, что мы считаем воровством, они считают находчивым бизнес-навыком. И все потому, что у нас разные культуры. Поэтому вы должны быть очень осторожны с международным бизнесом. И правила, о которых мы говорим, касаются международного бизнеса в еще большей степени, потому что вопрос идет о гораздо больших затратах денег, времени и ресурсах. Но это только одна сторона вопроса. Другая сторона международного бизнеса заключается в том, что большинство людей, которые открывают новую страну для компании, становятся миллионерами. Если вы человек, который открыл Канаду или Мексику, или Тайвань, или Данию, или какую-то другую страну, если вы действительно ее открыли, в большинстве случаев вы становитесь миллионером. Таким образом, здесь действительно есть огромный потенциал, потому что если у вас есть люди во многих странах и во многих провинциях, они обеспечивают вам стабильную финансовую защищенность. Если вы посмотрите на план с отрывом или на модифицированный матричный план, то вы увидите, что когда вы строите в ширину, вы строите доход. Когда вы размещаете нового человека в свой первый уровень, вам сразу начисляется определенное вознаграждение. Три человека в ширине, пять человек в ширине, семь человек в ширине, девять человек в ширине. Чем дальше вы продвигаетесь в ширину, тем больше вы зарабатываете, потому что ширина напрямую влияет на ваш доход. Когда же вы развиваете глубину вашей организации, то это напрямую влияет на вашу финансовую защищенность. Итак, вы строите в ширину для дохода и в глубину для защищенности. Построение дальних веток тем интересно, что оно совмещает в себе обе эти динамики. Как только вы начнете строить вглубь, вы увидите, как ваша организация начинает распространяться по разным регионам, городам, а это ведет к большему доходу и лучшей защищенности. Итак, до того, как развивать дальние ветки, вы должны знать следующее. «Сделайте ваш родной город вашей крепостью». Это очень важный момент. Когда вы только подписались, избегайте мыслей вроде «Да, но вот если мне развить группу в Сиэтле, тогда я реально сделаю бизнес, потому что мой лучший друг переехал туда, и мой брат живет там, я знаю там двух человек». Хорошо, вы знаете двух человек в Сиэтле, и в то же время вы знаете 250 человек в своем родном городе. И ваш город должен быть вашей крепостью, потому что вам необходимо иметь защищенность и деньги, которые будут поступать с вашей местной группы. Это даст вам возможность открыть линии в других городах. Итак, сначала сделайте ваш родной город вашей крепостью. Теперь, почему бы вам не остановиться на вашем родном городе и не сконцентрироваться на построении вашей организации все шире и шире, глубже и глубже. Существует несколько причин, почему стоит работать с удаленными ветками. Причина первая и самая важная — это защищенность. Например, в вашем городе может быть местный телеканал, который нуждается в рейтинге, и они могут взять вашу компанию и пустить о ней негативные телерепортажи в течение восьми дней. Это очень сильно затормозит развитие вашей организации в этом городе. У вас может занять два или три года, чтобы местный рынок пришел в себя после плохих публикаций. Он всегда будет приходить в себя, и правду говорят, что не существует плохих публикаций. Не важно, насколько плохие были публикации, через некоторое время по какой-то причине люди забывают все плохое и помнят только факт, что о вас говорили по телевидению. А не был ли он знаменит? Не было ли его на телевидении? Два года спустя это уже хорошие публикации, но на протяжении этих двух лет это плохие публикации, и если вся ваша организация сосредоточена только в одном регионе, это может стать для вас проблемой. Итак, вам необходимы ветки в других городах, если вы хотите защитить себя от отрицательных публикаций. Также вам необходима защищенность от всевозможных бюрократов. В вашем регионе может быть главный прокурор, который захочет баллотироваться в депутаты, и он полагает, что единственный способ добиться своего — это делать каждый день официальные сообщения для прессы, объясняя, почему такие компании должны быть закрыты. Итак, если вы хотите защищенности, вам нужно иметь ветки в других городах. Следующий пункт — природные катаклизмы. Вы знаете, когда был ураган Эндрю во Флориде, это было как раз в моем регионе. У меня были 3-4 директорские ветки, которые полностью разорились из-за этого урагана. Их дома были разрушены, их работа была разрушена, не работала почта и доставка, телефоны не работали в течение многих месяцев. Это было настоящим бедствием. У меня были люди в 45 штатах в то время, так что я был финансово защищен. Но если бы у меня была только моя местная группа, это было бы бедствием для меня. И так случаются землетрясения, ураганы, торнадо и прочие подобные катаклизмы, поэтому вам бы не хотелось, чтобы все находилось в одном регионе. Еще один момент — это конкуренция. У большинства людей есть только одна основная ветка, где концентрируется большинство людей его группы, и это очень опасное положение. То есть, Карлито, если 80% твоих людей сосредоточены в одной ветке, и парень наверху этой ветки узнает о новом горячем деле, где платят 30% на четвертом уровне, он ведет своих людей туда. Бывает, что люди уходят и уводят с собой людей из соседних веток, потому что они встречаются на событиях, они видят друг друга, обмениваются номерами. Таким образом, вы можете потерять много людей в своей местной группе. Конечно, обычно этого не происходит, особенно если вы внедрили рабочую систему, о которой я вам рассказываю, и у вас хорошие отношения с людьми. Но такое может случиться, поэтому не ставьте себя в такую ситуацию. Есть множество хороших причин, почему вам нужно обеспечить себе защищенность с помощью построения веток в других городах, регионах и странах. Вторая причина, почему вы должны строить удаленные ветки, называется дополнительные деньги. Все очень просто. Вы зарабатываете гораздо больше денег, если ваша организация развивается во многих местах. И опять же, ваша организация развивается и в ширину, и в глубину, что дает вам деньги и защищенность. Когда вы открываете новый город или страну, там будет много людей на нижних уровнях вашей организации, у которых есть связи в этой стране, городе или регионе, где бы это ни было. Итак, если вы решили, что готовы работать в Кливленде с братом жены, вы спрашиваете у своей группы, есть ли у них знакомые в Кливленде, чтобы вы могли помочь своим людям на четвертом, шестом, восьмом или любом другом уровне. Третья причина — это весело. У вас появится много новых друзей, и если вы, как и я, любите путешествовать, то вам понравится иметь повсюду свои ветки, потому что вы сможете много путешествовать. И, конечно, первое место, где вам нужно открыть удаленную ветку — это Гавайи. Это выгодно с точки зрения бизнеса, а заодно вы будете ездить на Гавайи. Если ваша компания открывает Европу, у вас должна быть линия в Париже или в Праге. У меня есть друг в Праге. Будапешт — это невероятное место. На прошлой неделе я был там. Прага, Будапешт, Амстердам — это потрясающие города. Так что, если вы любите путешествовать, как это люблю я, удаленные линии дают вам шанс делать это очень часто. При этом ваши затраты окупаются, и вы заводите множество новых друзей. И четвертая причина, которую большинство людей не осознают — удаленные ветки заставляют вас хорошо дуплицировать свой бизнес. Когда у вас есть удаленные ветки, это вынуждает вас хорошо дуплицировать. И причина заключается в том, что вы не сможете спутать зависимость и успех, как вы можете это сделать в местных группах. Допустим, у вас большая местная группа, и вы можете думать, какой вы замечательный спонсор, и как хорошо у вас получается дуплицировать. Но причина, почему у вас большая местная группа, может заключаться в том, что вы просто собрали вокруг себя толпу зависимых людей. Вы постоянно проводите тренинги, вы проводите домашние встречи, вы проводите презентации, вы сами оплачиваете все расходы и делаете множество вещей вместо своих людей. И в вашей группе может быть много людей, производящих большие товарообороты. И на первый взгляд может казаться, что вы хорошо дуплицируете. Но на самом деле, вместо хорошей дупликации, вы собрали вокруг себя толпу зависимых людей. Позвольте рассказать вам секрет. Если вы живете в Майами и у вас есть группа в Сиэтле, вы просто обязаны хорошо дуплицировать, потому что вы не можете сделать людей, которые живут в 3000 милях, зависимыми от вас. Это невозможно. Итак, если вы открываете новую ветку на расстоянии 2000 км или 3000 миль, это заставляет вас хорошо дуплицировать, как мы только что об этом говорили. Теперь поговорим о некоторых проблемах построения удаленных веток. Например, вы не можете все время быть там. Нельзя все время быть там и помогать им решать их проблемы. И когда они впервые закрывают ранг директора или проводят свою первую встречу в гостинице, вы не сможете там быть. Это как выращивание своих детей. Вы хотите быть рядом, когда они делают первые шаги, когда забивают свой первый мяч и так далее. То же самое с вашей организацией. Вам хочется наблюдать за их победами и достижениями, за тем, что с ними происходит, но вы не сможете все время находиться рядом. Однако это очень незначительный минус по сравнению с выгодами и преимуществами создания удаленных веток. Поэтому я настоятельно рекомендую вам начать выстраивать удаленные ветки, когда вы заложите надежный фундамент на местном уровне. Теперь поговорим о стратегиях построения удаленных веток. Первая стратегия самая простая, но наиболее продуктивная. Используйте инструменты и технологии как можно больше. Используйте сайт в интернете. Раздавайте информационные пакеты, проводите интернет-презентации, используйте электронную почту, отправляйте факсы, звоните по телефону. Используйте все возможные коммуникационные инструменты для работы с удаленными ветками вместо того, чтобы вылетать в их регион. Вторая стратегия. Создайте сначала небольшую группу лидеров в этом регионе, прежде чем вы туда полетите. Вы спонсируете там человека, проводите его через стартовые тренинги, потом звоните и убеждаетесь, что он составил свой список знакомых, попросите его отправить факсом этот список. Ты сделал свой список? Да, сделал. Хорошо, вышли мне его факсом. Потом составьте с ним его трудный список и устроите с этими людьми трехстороннюю конференцию. Потом у вас уже появится несколько человек в этом регионе, например, три или четыре дистрибьютора, и теперь настало время лететь туда. Когда вы прилетите, сделайте так, чтобы во время вашего первого визита вы были полностью заняты. Я имею в виду, что вы должны полностью заполнить свое расписание делами на все два-три дня, которые вы собираетесь там провести. Запланируйте прилететь туда на выходные, например, в пятницу. Убедитесь, что вас встречают в аэропорту. Запланируйте, проведите сразу шесть или восемь встреч, два на одного. Каждые 35-40 минут проводите новую встречу. Люди приходят к вам в 8.35, затем в 9.50. Вы все время заняты. Таким образом, вам все время должно быть чем заняться. В субботу утром сделайте информационную встречу, где вы можете провести обучающие тренинги. Главное, чтобы люди пообщались с вами, пока вы не улетели. В субботу вы можете провести несколько встреч два на одного, а вечером вы можете провести домашнюю встречу в доме вашего лидера. И вы даже можете сделать что-нибудь в воскресенье, прежде чем поедете в аэропорт. В общем, сконцентрируйтесь на поездке. Следующее, поставьте вашим лидерам цели, которые они должны выполнить прежде, чем вы вернетесь. Потому что это ваше время и ваши деньги. Вы делаете большие инвестиции в этих людей. Так что вполне справедливо, если вы дадите им несколько указаний. Например, я хочу, чтобы вы спонсировали еще двух человек. Я хочу, чтобы у вас два человека начали проводить домашние встречи. Я хочу, чтобы у вас было 15 человек в группе. Когда у вас будет 15 человек в организации, я вернусь и проведу для вас новую встречу. Я проведу несколько встреч один на один или два на одного, а потом проведу небольшой вечерний тренинг после встречи. Дайте им задания, которые они должны выполнить, прежде чем вы вернетесь. Они должны выйти на определенные товарообороты. Их месячный план по спонсированию людей должен быть выполнен на 100%. Я всегда относился к своему бизнесу, как к игре в шахматы. Мои правила таковы. Я делаю ход, вы делаете ход. Я делаю ход, потом вы делаете ход. Я никогда не делаю два хода подряд. Так что каждый раз, когда я делаю что-то для своих людей, они тоже должны сделать ответный шаг. Я делаю шаг, они делают шаг. Я не делаю два шага подряд, поэтому я ставлю для них цели. И последнее, о чем мы с вами поговорим, помогайте вашей спонсорской линии. Для директора нет ничего лучше, чем получить звонок от кого-либо из нижних уровней организации и услышать, что он открыл новый город, и его группа разрастается. Я ощущаю теплые чувства внутри, когда думаю об этом. Я обожаю такие звонки. Я люблю, когда мне говорят, «Рэнди, у меня появилась новая ветка в Чикаго. Я был там уже два раза. Там у нас уже есть 18 человек. Если в ближайшее время ты поедешь на Средний Запад, может быть, ты проведешь там встречу?» Я обожаю получать такие звонки. Я люблю делать такие встречи. Я сделаю круг в 600 миль, чтобы провести там встречу и поддержать свою группу, потому что я знаю, у меня есть хорошая группа в Чикаго. Когда бы я не поехал туда, например, на летний чемпионат по софтболу, у меня там будут друзья, которые позаботятся обо мне, и я окуплю свой билет. Так что я люблю получать такие звонки. И поверьте мне, люди из вашей спонсорской линии тоже будут рады получать такие звонки от вас. И вы не обязаны ездить каждый месяц. Если вам позвонили, вы можете направить туда вашего спонсора, или спонсора вашего спонсора, или спонсора вашего спонсора, вашего спонсора. Каждый из них съездит один раз. Они хорошо проведут время. Они будут рады услышать, что открылась новая ветка, где 18 человек в группе. На следующий месяц 40 человек в группе. На третий месяц 80, 90 или 100 человек в группе. На четвертый месяц вы поедете туда сами, и в том регионе у вас уже будет более 100 человек, если, конечно, там есть лидеры. Если в том регионе у вас есть лидеры, которые развивают бизнес, то скоро они превратятся в огромную организацию, которая заполнит весь регион или город. Итак, подключайте вашу спонсорскую линию к работе, и это принесет свои плоды. Хорошо. Последняя мысль по теме. Это совет на миллион долларов. Ваши самые сильные ветки всегда будут удаленными. Ваши самые сильные ветки всегда будут удаленными. Итак, сейчас мы сделаем перерыв, и когда вернемся на девятом диске, поговорим о том, как увеличивать товарооборот в организации, развивая группы клиентов. Увидимся. Спасибо.